Есть такие интересные детальки. Чёрт, не тот коробок. Так вот, это так называемый формирователь импульсов сброса с контролем уровня напряжения питания. Такая вот трёхногая микросхемка, придуманная, чтобы следить за ногой рейсетом микроконтроллера. Кто хоть раз пытался запитать микроконтроллер от батареек, ну знает, что при заниженном напряжении, когда батарейка разряжается, микроконтроллер может зависнуть. Причём, когда напряжение приходит в норму, он уже без посторонней помощи не запускается. И вот эту проблемку решает данная микросхемка. Она давит на рейсет, если напряжение питания падает меньше, чем 4,6 В. Вообще они на разные напряжения бывают. Устроена она крайне примитивно, внутри компаратор с гистерезисом. Он сравнивает напряжение встроенного источника опорного и напряжением питания. Если напряжение падает, то открывает транзистор, коллектор которого подключается к рейсету Ардуины. Схема включения здесь тоже есть. Вот она. То есть вторая нога у нас питания. Первая подключается к рейсету Ардуины, либо к какому-нибудь другому микроконтроллеру. Этот конденсатор задаёт время включения и, соответственно, масса. Также можно переставить его на другое напряжение, используя внешний делитель. Опять же, есть все формулы для расчёта. Может использоваться для мониторинга напряжения, включать солнечную панельку. И даже как DCC-преобразователь. То есть в микросхемках здесь все вступает в роль задающего. Вот значит Ардуинка, которая занята сейчас очень важным занятием, мигает стадиодами. Которая же запитана сейчас от лабораторника. Ну, включая этот же вольтметр. Опять же, что-то ограничение в полампера. Опускаем на пругу. Вот 3,4 вольта. Все продолжает работать. Этот микросхемку я не подключал. 3,3 уже вольтметр, но это все продолжает работать. То есть 2,3. Вот, по идее, выключилось. Поднимаем на пругу. Вот 3,6. Ардуинка же запустилась. Никаких проблем. На 2,9 работает. На 2,7 она выключается. Стоит поднять на пругу, она возвращается в работу обратно. То есть так мы ее не... Таким образом ее повесить не получится. Поэтому убираем ток. Так, еще немного. Вот пошли провалы по напряжению. Пошло ограничение по току. Вот, 0,1. Вырубилась. Радуинка стала. И больше не заработала. Вот это твой они и виснут, когда разряжается батарейка. Вот это вот. Вот повесла вообще непредсказуемым образом. В общем, ладно, хватит ее мучить. Подключаю ресет к этой микросхемке. В общем, ресет подключается к первой ноге, ко второй подключается питание, и к третьей масса. А теперь что будет? Там даже не включилось. Соответственно, теперь, если путь напруга ниже, чем 4,6-4,7 вольта, она в длинку будет выключать. 4,8 нормально. 4,7. 4,6, все. Ну, теперь, даже если поставим на 0,1 ампера, вернем обратно. Радуинка запускается. Даже после сбоя того, все приходит в норму. Вот, сбоит. Видно, 13-сетодиодик как-то мигает, непонятно. Возвращаем ток обратно. Плата запустилась у нас. Вот вообще вырубилась. То есть, вот какие-то попытки, наверное, запуститься. В общем, с данной микросхемкой навесите, плату повесить невозможно. Таков итог. Ну, если вы вешаете ардуинку на батарейное питание с разными подобными платами для бесперебойного питания и солнечными же батарейками, вам нужна такая микросхемка. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Пока.